Закон об обязательном страховании жилья вступил в силу еще 7 февраля этого года, однако в полной мере так и не заработал. Тарифы установлены, а вот штраф в случае, если не застраховали свой дом, не грозит. Впрочем, введение этого обязательства в обыденную и без того сложную жизнь кыргызстанцев стало причиной многочисленных митингов. Поэтому принудительное страхование предлагается отложить до 2020 года. В том, что институт страхования нужен, все депутаты были согласны, как и в том, что закон в существующем виде требует доработок. Надо, чтобы была государственная страховая компания. Кыргызстан – горный регион. Оползни, сели, ветра. Особенно в селах население остается один на один с природной стихией. Не так, чтобы люди ходили и просили деньги то у спонсоров, то у государства, как по прошайке. Это хорошая идея, если страховая компания выплатит даже 600 тысяч. Только надо, чтобы уточнили все условия. Вот что касается ОСАГО, при ДТП на перекрестке до драк доходит и выигрывает тот, кто физически крепче и у кого больше знакомых в милиции. До 2020 года откладывать это нельзя. Максимум до 2018. Не устроил депутатов и тот факт, что тарифы разрабатываются самими страховщиками. Как выяснилось, сумма 600 сомов за дом в селе и 1200 в городе привязана к цене за недвижимое имущество. Данные взяты у ГРС. Так, по всей стране имеется около миллиона жилищ. Народ, как считают некоторые парламентарии, не так давно вновь начал прибегать к услугам коммерческих банков. А вот говорить о доверии к страховым компаниям еще не приходится. В правительстве заверили, что эти опасения излишне. В год страховые компании собирали бы 2-3 миллиарда средств. Некоторая сумма уходила бы на техническую часть, а остальные размещались в банках на депозитах, вкладывались в ценные бумаги. Иными словами, шли на развитие экономики. У нас идея у всех одна и та же, чтобы была возможность помогать домам, пострадавшим в результате разгула стихии. Но критерии, которые прописаны в этом законе, слишком нереальные. К примеру, если при сходе сели в нем 60% камней, землетрясение не ниже 6 баллов, ливневый дождь должен лить 12 часов напролет, ветер более 20 метров в секунду, с такими критериями страховой случай не наступит никогда. Давайте упростим это и перестанем защищать интересы страховых компаний, а встанем на сторону народа. Одни настаивали, чтобы закон довели до ума и после устранения недоработок принесли снова. И неважно, пусть заработает хоть в 2021 году. Другие придерживались мнения, что нужно дать закону поработать и по ходу пьесы исправлять ошибки. Так что к 2020-му все будет уже отлажено. Мы с депутатами съездили в Кадамджай. Правительство выделило 200 тысяч сомов на семью. На эти деньги даже мебель не купишь. Идея страхования нужна. В месяц 50 сомов, в год, соответственно, 600. А возместят 600 тысяч. Это все-таки помощь неплохая. Закон о страховании уже вступил в силу. Он должен работать. ОСАГО? Ладно, пусть до 2020 года. Но по жилью нужно, чтобы работал. Вот в Нарыне частые землетрясения. На улице остаются. В то же время я на самом деле поддерживаю мнение коллег из Атамикена. Нужно все уточнить. Если надо, снизить критерии. Но пусть закон о страховании работает. Посмотрим, какие будут возникать недочеты и исправлять. Между тем, понятие чрезвычайных ситуаций, взятые за основу в законе, существует сами по себе. И рациональность их применения как раз и была поставлена под сомнение. Ведь в стране происходили землетрясения, пусть и не по 6 баллов, но люди получали компенсацию. Так как их дома были признаны полностью непригодными для жилья. Если бы апеллировали к данному закону, они не получили бы страховые выплаты и остались вовсе ни с чем. Продолжение следует...